Войду в размышления о силах Господа Бога, Воспомяну правду Твою, единственную Твою. Боже, Ты наставлял меня от юности моей, И до ныне я возвещаю чудеса Твои. И до старости, и до седины не оставь меня, Боже, доколе не возвещу силы Твоей роду сему и всем грядущим могущества Твоего. Правда Твоя, Боже, до превыспленных великие дела соделал Ты. Боже, кто подобен Тебе? Ты посылал на меня многие и лютые беды, но и опять оживлял меня, и с без земли опять выводил меня. Ты возвышал меня и утешал меня, и из без земли выводил меня. И я буду славить Тебя на Псалтире Твою истину, Боже мой, буду воспевать Тебя на гуслях святых Израилев. Радуются уста мои, когда я пою Тебе, и душа моя, которую Ты избавил. Язык мой всякий день будет возвещать правду Твою, ибо постыжены и посрамлены ищущие мне зла. Вторая часть 70-го Псалма начинается с признания святым царём и пророком Давидом важности размышления о Боге. «Войду в размышления о силах Господа Бога. Воспомяну правду Твою, единственную Твою». О том, насколько важно и полезно для человека всегда думать о Боге, очень хорошо говорит преподобный Ефрем Сирин. Когда самый ум и душевные расположения всегда заняты мышлением о Боге и стремлением к Нему и представлениями в памяти всего прекрасного, тогда сообразность Любви Божией человек всегда получает совершеннейший успех. Следовательно, если мы хотим во всех своих начинаниях добиваться успеха, прежде всего мы должны держать в своём уме и в своём сердце память о Боге. Но каким же образом человеку можно усовершенствоваться в богомыслии? На этот вопрос отвечает святитель Феофан Затворник. Если бы кто спросил, как всегда быть с Господом, можно смело отвечать, имей чувство к Господу и будешь с Господом. А как чувство иметь? Одно лишь воспоминание о Господе уже приводит в движение чувство к Нему. Если к Сему приложить помышление о том, что Он есть и что сделал и делает для нас, то не знаю, что сердце останется нетронутым. Поэтому очень праведно святые отцы почитают богомыслие и созерцание свойств и действий Господа ключом молитвы и молитвы непрестанной. Ведь именно благодаря этому чувство к Богу оживает и не просто оживает, но соединяет нас с Господом. Размышляя о Боге, святой Псалмопевец отмечает, что правда, истинная правда, только у Бога. Таким образом, пророк Давид как бы разделяет понятия «правда Божья» и «правда человеческая». Но может ли быть такое разделение? Неужели правда может разделяться? К сожалению, очень часто так и происходит, потому что в силу грехопадения человечество стало всё дальше и дальше удаляться от понятия правды Божьей, то есть того, к чему призывает нас Бог. И вместо неё создало некий суррогат, правду человеческую. Правда Божья — это понятие динамическое, которое должно выражаться в человеке определённым ответом на призыв Божий. И таким ответом на правду Божию может быть и должна быть праведность. Согласно мнению святых отцов, праведность — это соответствие действий свободного и разумного существа божественному замыслу о нём. Становясь праведным, человек становится таким, каким он был изначально задуман Богом, образом и подобием Божьим. По этой причине святитель Иоанн Златоуст отмечает, что праведность — ничто иное, как совокупность всего благого в человеке. О том, насколько велика разница между понятиями праведности Божьей и человеческой, весьма точно говорит святитель Иоанн Кавказский. «Блажен, кто праведен правдой Божией, упование его сосредоточено во Христе, источнике его правды. И, напротив, несчастлив тот, кто удовлетворён собственной человеческой правдой. Ему не нужен Христос». В завершении же псалма святой пророк Давид обещает Господу, «Язык мой всякий день будет возвещать правду Твою, ибо постыжены и посрамлены ищущие мне зла». По сути, славословие Бога — это прямая обязанность всех разумных тварных существ. Это и понятно, ведь как можно не благодарить Бога за то, что Он нас не просто создал, но и всегда печётся в нас. Святитель Василий Великий, рассуждая о важности его словения Господа, пишет, «По сей славословие Бога, чтобы смог ты пожать венцы и почести в Царстве Небесном». А святитель Иоанн Златурс дополняет, «Когда Бог обильно прославляется и благословляется людьми, тогда Он обыкновенно подаёт обильнейшее благословение своё тем, кем Он благословляется». Каким же образом мы можем лучше всего прославить Бога? Лучший способ для этого указывает нам преподобный Симеон Новый Богослов. «Слава Богу, есть делание и хранение Его заповедей. Посему тот, кто не исполняет божественных заповедей, хоть бы он и тысячекратно в день обращался со словами хвалы к Богу, на самом деле хуже неверного». Помню об этом, будем стараться прославлять Бога не столько своими словами, сколько своими делами. Ведь именно наши добродетели являются теми кирпичиками из которых выстраивается здание нашего спасения во Христе Иисусе Господе нашим, которому слава, честь и поклонение вместе с Отцом и Святым Духом во веки веков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова